СТИМПАН КАФЕ ГРИФЕЛИ И это место вкусных новостей. Итак, друзья, первая новость. Движение в Одесском дворе регулирует светофор. Единственный в своем роде дворовой светофор регулирует выезд из двора дома номер 12 по переулку Чайковского напротив оперы. Местные жители говорят, что чаще он светит зеленым, но бывает и красным. Принцип работы устройства неизвестен. На жилетном опера. Опера уполномоченный светофор. Опера уполномоченный начальник ГАИ у себя в дворе поставил светофор, который горит красным. Мне просто интересно, есть ли какие-то люди, которые выходят из дома в магазин или в оперу, например, смотрят красный и ждут просто. Да, мне тоже интересно, как они выезжают. Неудобно получилось. Не, мне кажется, прикольное устройство. Вот представляешь, как круто, когда ты просыпаешься утром, а тебе с самого утра и зеленый. Знаменитая уже бабушка инстаграма Бадди Винкл стала женщиной-кошкой. Точнее, она примерила в очередной раз именно этот образ, чем вызвала новую волну смеха и любопытства среди своих многочисленных поклонников. Отметим, что у Бадди Винкл более двух миллионов подписчиков. Таким количеством может похвастаться не каждая звезда. При этом всем бабушка снимается в рекламных кампаниях известных фирм. Таких, как ЖЭК. Недавно в молодежной рекламе она какой-то снялась. ОСМД. Это фанат, фолловер. Да, думаешь, подписан? Да. На самом деле, куча интересных фактов, что бабушка завела инстаграм. Это изначально уже как-то достаточно... Мне понравилось сказать, что очень популярная бабушка Винкл. Она говорит, интересно, а популярна среди таких же других бабушек или нет? Да, я уверен, что вот бабушки... А вы не подписаны на бабушку еще? Да, обязательно подписывайтесь. Ну, говорит, типа, я к бабушке не поеду, я в инстаграм уже все посмотрел. Да, да. И бабушка тоже лайкает фотографии, где он еду свою пофотографировал. Она уверена, что он покушал. Смотри, а вот она стала женщиной-кошкой. Вот для чего это делается? Смотри, я знаю. Во-первых, есть такой стереотип, что взрослые женщины много проводят времени с котами. Да, вот, тем более пожилые. И мне кажется, это просто такая очень медленная мутация. Знаешь, когда ты 40 лет только с котами и с инстаграмом... Ну да, спайдермена укусил как бы паука, он переворит кусов паука. Да, а тут бабушка кушала вискос просто и стала женщиной-кошкой. Грядет праздник Пасхи, поэтому следующее несколько новостей мы посвятим этому празднику. Несмотря на обилие пасхальной выпечки в супермаркетах, покупать магазинный кулич для освящения в церкви не рекомендуется. Об этом корреспонденту с сайта «Голос.юэй» рассказал священнослужитель отец Алексий. Самому процессу освящения пищи и последующему ее вкушению должна предшествовать длительная подготовка к этому празднику. Выпекая куличи, хозяйка вкладывает в тесто не только свою работу, но и мысли, желания, молитвы о семье и близких, рассказывает отец Алексий. Ну, мне кажется, что люди, которые на заводах, на фабриках, на пекарнях непосредственно пекут, они же тоже вкладывают определенные... Любовь, заботу, старую муку, изюм. Иногда. Это только на самых лакшери фабриках, как бы, только там. Нет, ну, в принципе... Выгл, 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 изюм. Изюм, да. Нет, в принципе, я думаю, что в этом есть определенная логика. Поэтому, друзья, пеките куличи самостоятельно, потому что так сказал отец Алексий. Кстати, еще очень интересно, приступать к выпечке в плохом настроении или с негативными мыслями запрещено. Поэтому рекомендуем перед тем, как выпекать куличи, куда-то уехать из страны на недельки-две. Приходите на концерты студии 512, заказывайте арт-студию «Первое свидание», мы вам поднимем настроение корпоративы «Свадьба». Ну, реклама за счет нашей программы, да. Где же отдохнуть украинцам на майские праздники, не выезжая из нашей страны? Конечно же, можно посетить столицу нашей страны – Киев. Киев сам по себе является туристической меккой Украины. Тут найдутся возможности для абсолютно разного досуга – от дорогих ночных клубов до насыщенной культурной программы. Но, например, 9 мая на Софиевской площади Киева будет проходить пасхальный фестиваль «Пысанки». До 9 мая. До 9 мая, да. Все верно. Не подсмотрет, пожалуйста. Также для любителей истории под Киевом существует реконструкция средневекового града Владимир, который, между прочим, датируется X веком. Тут на территории площадью 10 гектаров расположен парк «Киевская Русь», в рамках которого воссоздается в масштабе один к одному, что немаловажно. Это средневековая столица Руси с максимально исторической точностью, поэтому приезжайте в славную столицу Украины и прикоснитесь к истории. А у нас есть дикий сад вообще-то. То есть тоже можно сходить туда. На техничок. Причем на любую. Мы уже опробовали с Артемом дикий сад. Да, на любой факт. И перешли потом на Киевстар, да? О других городах можно говорить, а у нас есть дикий сад. Друзья, вот под Харьковом, собственно, можно посетить пустыню и город-призрак. Так, вот, несмотря на то, что Харьков, казалось бы, степной город, несмотря на это, на старом Сталтове есть яхт-клуб, где можно припарковать свою собственную яхту. Ну, если, конечно же, она у вас есть. Вот, собственно, господа, у вас есть яхта? Да. В мечтах. В мечтах яхта. У нас кораблестроение в мечтах, да? А яхта уж наша, тем более. Да, но это еще не все. Для тех, кто не любит водный отдых, в Харьковской области есть настоящая пустыня с песком. Как вам пустыня с песком? Понимаешь, из крайности в крайности бросаются, видишь? А вот, например, в Одесской области есть своя Венеция. В эту пору года лучшим вариантом для путешествия в Одесской области будет село Вилково, которое расположено в русле Дуная. Здесь можно недорого снять жилье, порыбачить прямо на улице и поплавать на лодке, съездить на знаменитый нулевой километр. Единственное, что следует учесть, практически полное отсутствие дорог. Вилково расположено от Одессы в 300 километрах. Во-первых. Во-вторых. У нас тоже есть своя собственная Венеция, когда идут дожди. И находится она где? Она находится где? На Маломорске. На Маломорске. Дормашина. Но единственное отличие, главное отличие, между прочим, что у нас, в отличие от Силовилково, есть дороги. У нас не плавают на лодках, да. Не везде. Но, тем не менее, они есть. Ты понимаешь, чем мы хвастаемся? Что мы лучше Силовилково. Ну, тем не менее, раньше-то, а сейчас-то. НЛГ, Николаев, лучший город, стали забывать, кстати. Друзья, это были все вкусные новости на сегодня. Дальше больше. Оставайтесь с нами и не вздумайте переключаться. Дальше больше. Дальше больше. Дальше больше.